Здравствуйте! Вы смотрите программу «Ваше утро» в студии Дмитрия Павлов. Весна не только самое прекрасное время года, но и праздничное. Сезон свадеб, выпускные, а сегодня еще и ночь музеев. И ярким выражением этого праздничного настроения традиционно являются цветы. И в мире флористики тоже появляются новые интересные предложения. Мы поговорим сегодня об этом старшим гостем. У нас в студии Ксения Клеботенко, флорист, основатель цветочной мастерской. Здравствуйте! Здравствуйте! Ксения, вот, конечно, в большинстве своем все цветы великолепны. Но если говорить о каком-то конкретном праздничном событии, то, на мой взгляд, здесь нужен какой-то индивидуальный подход. Или все-таки преобладает классика «Огромный букет роз?» Чем больше, тем лучше взять количеством. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что классика никогда на самом деле из моды не выходит. Это огромный букет роз. Он порадует и сейчас, по сей день, любую девушку. Тем более то, что сейчас эквадорские красивые, замечательные розы у нас в большом количестве поставляются в Россию. Но сейчас также во флористике появляются и новые тенденции. В моду входят садовый стиль с какими-то необычными цветами садовыми. И уже вот покупатели хотят видеть и такие цветы на наших прилавках. А какие цветы вы используете и предпочитаете при составлении букетов? Мы используем цветы как обычные, которым наш потребитель привык. Хризантемы, как совершенно потрясающих цветов гвоздики. Но также и стараемся привозить так называемую экзотику. Желтые пионы, калы различных оттенков, розовых, бордовых, желтых, антиринум, анемоны потрясающие, весенние цветы ранункулюсы. Сейчас наступает летний сезон, появляются дельфиниумы, потрясающие гортензии. Все это мы, конечно, используем в наших букетах. Вот вы упомнили слово экзотика. И, кстати говоря, что касается экзотики, на мой взгляд, относительно недавно тенденции, это футбукеты, вкусные букеты. Насколько они сейчас востребованы и пользуются спросом? Имеете ли вы к этому тоже отношение? Да, я уже около семи лет занимаюсь футбукетами, съедобными так называемыми букетами. И когда-то они были на пике своей популярности. Было очень необычно подарить букет из колбасы мужчине, или ореховой, или фруктовой для девушки. Но и сейчас футфлористика тоже не стоит на месте. И футфлористы делают настоящие шедевры. И сердца из ежевики, и клубничные огромные букеты. И когда я делаю, например, мужские ореховые или колбасные букеты, все равно стараюсь их декорировать, чтобы они не выглядели просто как блюда, а чтобы это был творческий подход, какие-то элементы декора добавлять, чтобы это выглядело как настоящий букет полноценный. Как правило, люди очень удивляются, производят букет эффект вау. А для девушек они тоже какие-то специфичные, какие-то ежевичные сердца, что-то вот такое, да? Да, да, конечно. Такие мы тоже делаем, я в частности. А как вы давно занимаетесь флористикой? Почему выбрали для себя именно это направление? Чем это вас привлекает, вдохновляет? Я давно мечтала заниматься цветами. Наверное, многие девушки мечтают. С детства мне эта тема не безразлична. И вот где-то как раз около семи лет назад я стала заниматься флористикой, окончила одни курсы, другие поняла то, что это мое, и то, что меня вдохновляет это занятие, особенно реакция людей, когда ты отдаешь свою готовую работу, они восхищаются, дарят. И потом приходят еще и говорят то, что все очень понравилось, букет очень долго стоял, так здорово. И это, безусловно, дает силы к тому, чтобы двигаться дальше. Вы основали цветочную мастерскую. Скажите, есть какие-то особенности, какие-то интересные моменты, что отличает вас от других, что интересного происходит в этом мире? Да, у нас в цветочной мастерской есть мастер-классы. Они проходят как групповые, бывают мастер-классы у нас совместные, так и индивидуальные. К нам может прийти, например, ребенок с мамой, выбрать букет, цветы на витрине, и составить в шляпной коробке композицию, потом подарить своим близким, родным, пойти с ней на праздник или просто оставить себе. Вы работаете только с живыми цветами или сухоцветы тоже используете? Да, у нас проходят различные виды мастер-классов. Сухоцветная флористика у нас тоже представлена. Да, у нас можно купить как готовые работы сухоцветов, так и сделать самостоятельно. Кому это интересно? Не только детям, но и взрослым? Да, да, у нас проходят и детские мастер-классы, и взрослые. Часто подруги записываются, говорят, что давно мечтали поработать с цветами, восхищаются, как у них получается, все здорово, уклодь довольные. Ну вот если говорить об этом мире, вот есть такое понятие, в мире флористики подразумевается, сезонность для обывателя. Это выглядит так, что 8 марта, 1 сентября, огромное количество цветов. Что предпочитают в основном, традиционные букеты, либо наоборот, какое-то творчество, креатив, чтобы отличаться от других по своему опыту? Что можете сказать? Я думаю, что за год, когда человек все равно заглядывает в цветочный магазин, чтобы купить какой-то знак внимания или букет на день рождения, уже каждый человек, каждый клиент находит на свой вкус цветочный магазин. Я думаю, что на праздники, например, такой большой праздник, как 8 марта, большой праздник флористов, уже человек идет в проверенную цветочную мастерскую, где он делал до этого заказы, и вряд ли он будет экспериментировать. И это, конечно, дело вкуса. Кто-то, как мы говорили, предпочитает классику, просто розы, кто-то что-то необычное. Думаю, что у каждого есть свой любимый цветочный магазинчик. Вот мы много раз говорим, что мир флористики, а что-то новое в нем появляется. Вы следите за какими-то модными, новыми тенденциями? Безусловно, во флористике появляются, развиваются новые стили. Сейчас вот московские флористические школы привезли к нам в Россию австралийский стиль, то есть это такие растрепанные букеты с большими выпадами, которые сейчас в моде, с крупными цветами. Также сейчас в моде садовый стиль или так называемая американская флористическая школа, когда цветы располагаются в своем природном так называемом порядке, как вот они росли бы в саду. И если говорить о букетах невесты, тоже классический круглый букет невесты уже в каких-то моментах уступает свое место вот такому садовому букету, как будто его только что в саду собрали и передали невесте для того, чтобы она как раз вот на торжество с ним пошла. То есть думаю, что такие тенденции сейчас существуют в флористике. Несколько слов об этом букете. Это же не австралийский стиль, да? Вот это тоже модное, да, что-то? Пару слов хотела. Да, здесь вот использован желтый пион, достаточно необычный цвет у него. Латирус, мышиных горошек. Но также использованы и обычные цветы, такие как гвоздики, но необычных оттенков, очень нежных таких. Ну, красиво, красиво же. А скажите, а вот какие для вас лично самые любимые цветы? Я очень люблю садовые осенние цветы, астры, георгины, гладиолусы. Спасибо большое. Интересно, самое главное, познавательная беседа у нас сегодня с вами состоялась. И в заключении по традиции несколько слов пожеланий нашим зрителям. Я желаю зрителям, чтобы им дарили много цветов, и чтобы они дарили цветы, чтобы было много радости, солнышка, и поменьше плохих событий в нашей жизни. Спасибо большое. Дорогие друзья, ну а мы продолжаем, и буквально через мгновение в этой студии встретимся снова. Это программа «Ваше утро». Не переключайтесь. А мы продолжаем. Вы смотрите программу «Ваше утро». И встречаем нашего следующего гостя. У нас в студии Ольга Малинина, президент Фонда развития детского киносотворения. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а юные актеры любят, когда им дарят цветы? Конечно. У нас съемки фильмов все время, даже не съемки, а производство фильмов, завершается премьера этих фильмов, первый показ закрытый. И на этом показе собираются родственники, друзья всех наших юных актеров. И это как раз то время, когда им на красной дорожке дарят цветы. Все, конечно, этому очень рады. Возможность почувствовать себя настоящей кинозвездой, по сути, получает у них. Да, конечно. Красная дорожка, цветы, вспышки фотокамер – это самое ценное. В начале программы я сказал о том, что весна – это еще и праздничное такое время года. Да и у нас сегодня как раз «Ночь музеев» 18 мая. Вот скажите, а какое детско-юношеское кино имеет отношение к «Ночь музеев»? Мы в этом году создаем арт-пространство «Кенариум», внутри которого у нас есть музейная галерея «История типографии в Самаре». К сожалению, мы не успели прямо открыться к ночи музеев, чтобы сегодня какое-то мероприятие там проводить. Но мы сейчас ведем как раз монтаж этой экспозиции и всех инсталляций. И я думаю, что вот к началу летнего сезона экскурсии и путешествий наша музейная галерея уже будет открыта. Давайте немножко поговорим о самом детском кино, то, что происходит у нас в Самаре. Расскажите, вот это короткорпорожные фильмы. О чем эти сюжеты, кто принимает участие и где их можно увидеть? Ну, снимаем кино «Детское в Самаре» мы уже давно. Но вот сюжеты самые разнообразные. Это и школьные истории какие-то, и истории об увлечениях детей, об их мечтах, об отношениях, как они складываются. Ну и, конечно, мы все время реагируем на те события, которые в нашей жизни проходят, то есть какие-то актуальные, злободневные тематики, соответствующие времени. Ну, а дети, конечно, включаются в эти процессы. И вот уже на съемочной площадке мы эти истории все экранизируем. Ну, не знаю, вот у меня в детстве всегда была мечта попасть кино. И вот, может быть, и у современных детей то же самое. Вот какими качествами, навыками нужно обладать, чтобы попасть на съемочную площадку и, возможно, сыграть главную роль? Ну, чтобы главную роль сыграть, это должны быть, конечно, именно вот актерские качества. То есть это умение передавать эмоции, хорошо работать и с мимикой, и пластичное тело, и хорошая речь. То есть все эти качества мы отсматриваем на кастинги, когда у нас вот ежегодно мы в конце августа, начале сентября проводим кастинги. И вот эти вот качества мы отсматриваем у детей. Ну, а вообще попасть к нам в наши проекты можно фактически в любое время года, что называется, да, потому что у нас есть и студия актерского мастерства. Сейчас вот в летний период мы предлагаем лагерь дневного пребывания, где мы с детьми будем обучаться снимать кино. И опять же, соединяя эти съемки с нашим музейным пространством и какими-то другими экскурсионными маршрутами, мы ставим задачу, что мы будем с ними снимать такие документальные фильмы, фильмы-экскурсии, краеведческой такой тематики. И в дальнейшем эти видеопродукты будут принимать участие в кинофестивалях. То есть дети, попадая в наши проекты, они попадают в эту среду кинопроизводства, продвижения кино, начинают знакомиться со всеми механизмами, которые внутри работают. Но все-таки основное направление – это игровое кино. Вы сказали о том, что сейчас документальный такой уже будет проект. Это вот какое-то новое у вас движение? Это новое движение, да. Мы все время занимались именно игровым кино. Но у нас есть задача растить как бы новую, молодую смену кинопроизводственников. А проще, конечно, снимать документальное кино. Поэтому мы с детьми начинаем обучаться кинопроизводственным профессиям именно на документальном кино. Но потом в дальнейшем надеюсь, что они смогут уже и игровое кино тоже сами снимать. Скажите, а чем полезен этот опыт для ребенка? Что он получает? Ну, помимо того, что он снялся в кино, какие-то еще основные моменты существуют? Ну, конечно. То есть это развитие коммуникативных способностей, это развитие речи, это умение держать себя на публике, умение разговаривать. То есть эти все специальности, которым мы их обучаем, направления, они для любого человека важны. Как актерское мастерство, так и сценическая речь, сценическая пластика. То есть все эти навыки, они для любого человека в повседневной жизни очень хорошо используются. А если все-таки говорить о кино, то есть перспектива у юного актера развиваться и идти дальше? То есть, например, он снялся в проекте, может быть, его кто-то заметит, пригласит, и он может развиваться? Это, конечно, всегда существует. Важно все время понимать, какую цель ставит и ребенок сам, и его родители готовы ли ему помогать. Потому что когда ребенок имеет фильмографию и имеет свое некое портфолио актерское, он может заявляться в любые проекты, в том числе и федерального уровня, ну и у себя. Мы тоже будем делать актерскую базу. У нас сейчас в Самаре, в принципе, развивается достаточно киношное такое сообщество, и активизируется эта деятельность. И мы, в общем-то, все друг друга знаем и с друг с другом общаемся. Поэтому наши базы мы всегда включаем в любые проекты. Если кто-то просит у нас, например, актеров, детей на какие-то другие проекты, а все уже знают, что мы снимаем. Мы, конечно, всегда рекомендуем в соответствии с запросами по возрасту, внешности, каким-то способностям. Вот здесь еще, наверное, важна связка. Вы об этом уже упомянули. Понятно, режиссер, вся съемочная группа, дети, ну и родители, чтобы они тоже как бы относились с пониманием. Потому что съемки могут быть и долго, и в разных локациях. Да, здесь, конечно, очень важно родительское участие. И мы всегда говорим, что это у нас такой проект очень семейный, потому что без поддержки родителей очень сложно с детьми работать. И это же ведь задача родителей – привезти ребенка на съемочную площадку, чтобы он был и хорошо одет, и с чистыми волосами, и красивый, и с прической, и все, чтобы весь реквизит соответствовал. Поэтому с родителями мы всегда в тесной связке работаем. Ну и каждый родитель, опять же, каждый сам для себя, он выстраивает приоритеты. Мы сталкиваемся с разными ситуациями. Кому-то важно, чтобы ребенок просто поучаствовал, потому что ему это интересно, но они не ставят каких-то долгоиграющих целей. Кто-то прям стратегию простраивает для своих детей, потому что они собираются в какой-то либо актерской, либо режиссерской, либо там кинопроизводственной какой-то профессии двигаться. И им важны результаты, им важны кинофестивальные награды, создания вот этого вот портфолио, опытов и навыков. Поэтому, конечно, общаясь с родителями, мы понимаем, кто какие цели ставит, и в соответствии с этим, ну, как-то корректируем свою работу с детьми в том числе. Ну, смотрите, это короткометражные фильмы, мы же об этом сказали, и разные сюжеты. А была идея создать полный метр? Либо это очень сложно, и пока к этому не готовы? Вы знаете, мы дважды делали полный метр. На «Заре», когда мы еще только начинали, еще были непуганные. Это в 2013 и 2014 году мы снимали полнометражные фильмы с выездом в детский лагерь, и организовывали мы такие съемки. Но мы поняли, что это гораздо сложнее, чем короткий метр, и это нужно очень большое финансирование. Сейчас пока вот мы вышли на процесс финансирования за счет президентских грантов. Долгое время получали гранты от фонда президентских грантов. Сейчас вот президентский фонд культурных инициатив. Но на полнометражный фильм еще больше суммы нужны. Поэтому пока что мы вот ищем варианты, но вот это сложно уже. Но если с полным метром пока, я так понял, немного придется подождать, то какие планы у вас в дальнейшем? Что вы планируете и над чем работаете? Ну, мы планируем, что в следующем году мы продолжим этот наш проект, и у нас будут новые дети. Вот в этом году мы снимаем 32 короткометражных фильма. В следующем году тоже планируем столько же снимать. Вот. У нас есть проекты, которые уже поданы, и мы ждем результатов с конкурсом грантов. Есть сериальный проект, есть проекты документального формата, опять же, с детьми, детские проекты. Ну и вот развитие нашего музейного пространства. Это тоже один из наших планов. Это вот мы тоже будем делать. Но в фильмах ведь принимают участие и взрослые. Кто это? Профессиональные актеры? Либо родители детей? По-разному, но в большей степени, конечно, профессиональные актеры. Если уж совсем какая-то маленькая роль, иногда у нас и родители принимают участие. Если роль требует все-таки драматической какой-то игры, эмоциональности, то мы стремимся, конечно, профессиональных актеров привлекать к этим ролям. Спасибо большое. И в заключение несколько слов пожеланий, возможно, будущим актерам или родителям этих будущих актеров, которых мы увидим на киноэкранах. Кстати говоря, стоит сказать о том, что фильм показывается более чем на 120 каналах, если я не ошибаюсь. Да, у нас активно очень мы продвигаем наши фильмы, они много где показываются, участвуют в огромном количестве кинофестивалей. На сегодняшний момент мы имеем больше 550 кинофестивальных наград. Все, кто хотят связать свою жизнь с кино, детей, я имею в виду, мы приглашаем участвовать в наших проектах. В летний период у нас будет интересный проект, такой вот кривическо-производственный. Ну, а всем телезрителям желаем хорошего лета, хороших каникул, отпусков, экскурсионных интересных программ не только по Самаре, но и по другим замечательным местам. Сейчас туризм очень активно развивается у нас в Самаре, и я думаю, что это все очень интересно. Спасибо большое. Ну, а мы, друзья, продолжаем. Прямо сейчас посмотрим сюжет, и после этого встретимся в этой студии снова. Это программа «Ваше утро». Будьте с нами. Всем привет! Сегодня мы поговорим о красоте и любви к себе. И у нас замечательный гость – Репкина Анжелика. Она знает все о женской красоте и даже больше. Анжелика, привет! Добрый день! И правда, очень красиво выглядишь. Сразу важно, что ты очень близка к индустрии красоты. Расскажи, как так получилось, что ты уже 20 лет находишься в этом бизнесе, или как правильно сказать? Можно так сказать? Вы знаете, ну, конечно же, это бизнес в первую очередь, но я хочу сказать, лично для меня это такое родное дело, такое близкое, по духу. Настолько мне нравится то, чем я занимаюсь, что, наверное, это бизнес в сочетании все-таки с любовью к работе, с самореализацией даже можно сказать. Как все начиналось «20 лет на сад»? С чего? Откуда эта идея? Вы знаете, 20 лет назад открылся маленький-маленький кабинет, в котором работало всего два человека. И буквально за полтора года мы выросли в салон в 90 метров, где работала команда из 10 человек. И, вы знаете, я хочу сделать особый акцент на команде, потому что от команды зависит очень много. Это была классная, мотивированная, эмоционально-позитивно настроенная команда. Буквально за полтора года мы добились очень хороших успехов. Мы развивались, мы расширялись, нарабатывали клиентов. И уже через три года мы переехали в большой салон 400 метров, там, где мы находимся сейчас. Это симбиоз бьюти-индустрии и медицины. Это очень интересный на самом деле проект, который, ну скажем так, помогает друг другу эти направления. Анжелика, на самом деле 20 лет – это очень большой срок. Это очень серьезный путь, который ты прошла, вы прошли со своей командой. Вот скажи, пожалуйста, насколько изменился клиент? Женщины сейчас стали более привередливые, более требовательные. Как мы изменились? Татьяна, совершенно правильно отметили. Да, клиент меняется, все меняется, мир меняется, тенденция. Косметология 20 лет назад и косметология нынешняя – это совершенно другой инновационный, правда, подход. И да, клиент меняется. Но у каждой клиники, у каждого салона, наверное, формируется свой аватар клиента. У нас это в основе своей женщины, хотя мужчин очень много у нас. И для мужчин большой спектр услуг на самом деле. И сейчас актуальным становятся все-таки сочетанные манипуляции, протоколы. Это аппаратная косметология с врачебной. Сейчас настолько аккуратно смотрят на тип кожи, на возрастные моменты. И подбирается все индивидуально. Но аппаратные методики сейчас преобладают. На самом деле, Анжелика, соглашусь, что индустрии красоты стремительно развиваются, появляются новые технологии, новые аппаратные практики, процедуры какие-то уникальные. Вот скажи, какие процедуры на сегодняшний день самые востребованные, самые актуальные и, возможно, самые эффективные для нас, для женщин, чтобы мы стали более красивыми? Сегодня востребованными процедурами являются, конечно же, смаз-лифтинг. Также могу отметить микроигульчатый РФ-лифтинг. Он особенно хорош в сочетании с плазмотерапией. Вообще, хочу сказать, такие сочетанные протоколы дают сейчас очень хорошие результаты. Даже с такими манипуляциями, как лазерная шлифовка. Хочется сказать, что эта манипуляция – это очень мощный лифтинг. Хотя требует достаточно такой серьезной реабилитации. Анжелика, тогда скажи, пожалуйста, сочетаются ли аппаратные методики с иннекционными? Возможно ли это все как-то миксовать? Да, безусловно, аппаратные методики не могут заменить всех действий, которые необходимо сделать. И они сочетаются с инъекционными, и с ботулинотерапией, и с контурной пластикой. Это неотъемлемая часть, которая добавляет, скажем так, детали к нашему лицу. Очень многие женщины не готовы колоться. И у нас для таких дорогих гостей, клиентов, тоже целый ряд услуг. Это безинъекционная мезотерапия на прекрасном аппарате. Это всевозможные массажные техники. Их огромное количество, и можно выбрать для себя, и под себя, и по типу кожи. Всевозможные уходовые манипуляции, которые прекрасно поддерживают женщину. И это приятное, полезное, и здоровье кожи поддерживается прекрасно. Анжелика, скажи, пожалуйста, а что для тебя по-настоящему красивая женщина? Вы знаете, мне кажется, женщина должна нравиться себе. Когда она нравится себе, она свернет горы. Она уверена, она даст заряд бодрости и в семье, и в работе, и в реализации себя. Самое главное – нравится себе. А вот все-таки интересно, красота – это труд или удовольствие для себя? Вот эта работа над собой бесконечная, улучшает себя. Потому что некоторые говорят, побалуй себя. Ну что значит побалуй? Для меня, мне кажется, это труд. Вот ты, скажи, ты как профессионал в этом деле. Вы знаете, у нас даже слоган написан «Красота» – это мудрость женщины. На самом деле это колоссальный труд. И не имеет значения финансы. Это нужно уделить время себе. Это нужна система, нужна стабильность. Потому что результат, неважно, за какой чек ты обслуживаешься, результат будет в том случае, если система, работает система. Это постоянство. А это, согласитесь, огромный, колоссальный труд. Анжелика, скажи, пожалуйста, вот если бы ты могла вернуться в прошлое и что-то изменить, что-то одно, что бы ты поменяла? Вы знаете, на самом деле были такие этапы в жизни, когда мне казалось, что что-то бы я поменяла. А вот сейчас нет. Каждый этот опыт, каждый этот случай, скажем так, принес мне колоссальный опыт, сделаны колоссальные выводы. Вы знаете, Татьяна, ничего не поменяла бы. За все благодарна. За каждый урок. Есть такое выражение «прекрасный до кончиков ногтей». Можно ли решить эту проблему, если какие-то серьезные есть рекомендации к этому? Да, сейчас это очень востребовано. Ногтевой сервис и не только у женщин, но и у мужчин. Мужчин этикет предполагает только пожатие и сейчас, наверное, считается мавитоном быть с неухоженными руками. Но мне хотелось бы отметить, что сейчас очень актуально становится подология. Это уход за диабетической стопой, это лечение стержневых мозолей, это лечение вросших ногтей, это встречается у мужчин, у женщин, у детей. И сейчас новые тенденции позволяют решить эти вопросы нам буквально за один сеанс. Ну что ж, программа «Ваше утро» подходит к своему логическому завершению. В заключение хочется пожелать действительно не только хорошей, прекрасной, теплой погоды, но и праздничного настроения, чему и способствует программа «Ваше утро». Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!